Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему? Ведь это не конкурентная мера Смотрите Ограничение это тактический ход Есть стратегия Стратегия известна еще давно У нас ускорение ведется политика индустриализации С 2010 года Это наша первая пятилетка, вторая пятилетка Сейчас уже третья пятилетка форума национального проекта Есть поручение главы государства О том, что мы максимально из нашего сырья Должны определить готовые изделия Переработать все сырье Есть также законно-промышленная политика Где об этом же говорится Под сырье, что мы поднимаем Это нефть, газ, металлы В том числе улом и отходы Вот отсюда идет Теперь тактическая задача Ключевое основание является Недозагрузка наших предприятий Как и переработать в черной металлогии Так и цветной металлогии В целом, можно сказать, что Этот тактический ход в самой стратегии Это элемент национальной промышленной политики Мы должны свое сырье переработать до готовых изделий А. Б. Обеспечить внутренний рынок И. С. Экспортировать в виде несырьевого экспорта Логично Давайте теперь спросим непосредственно представителей отрасли Господин Лик, что вы думаете по поводу этих аргументов? Собственно, согласны вы с ними или нет? И я так понимаю, что вы были против ограничения, да? Да, мы были против ограничения Почему? Я давайте так и говорю сразу В принципе, мы не против загрузки внутренних потребителей Ломов, как черных и цветных металлов В принципе, да, мы также считаем, что металл должен перерабатываться На внутренних металлургических заводах Но есть большое но Но то, которое мы поднимаем неоднократно И на уровне администрации президента, правительства и нашего министерства И эти вопросы, они не решаются Поэтому мы против категорических запретов Потому что эти запреты не позволяют нормально Подождите, да, но все-таки не запрет Давайте так говорить, ограничения То есть железнодорожным транспортом нельзя А, простите, можно Машинами нельзя, фурами, грузовиками Да, да, но ЖД транспортом нас тоже ограничивают Мы уже неоднократно говорим Есть незаконные регулирования Где нас заставляет 50% грузить на внутренний рынок И 50% грузить на внешний рынок При этом заставляет незаконно Повторяю, незаконно Приезжать в основу наших предпринимателей Где они занимаются сверкой под русском внутренний рынок И где им согласуют внешние рынки И то только на Российскую Федерацию Почему нам не открывает Наши железнодорожные транспорта Другие рынки Азербайджан, Китай, Турция и так далее Да Хороший вопрос, давайте ответим То есть сначала Владимир сказал, что в целом Как бы наши предприниматели, которые в этой сфере Они не против, вы немножко не слышали вначале Они не против того, чтобы загружать отечественное производство Это ключевой вопрос Да, пожалуйста Хорошо Все правильно Теперь касается Сперва обеспечить казахстанские И потом зарубежные Ну логично Казахстанские предприятия Его в первую очередь обеспечивать И дальше обеспечить зарубежные Это консенсус принятый между потребителем лома И поставщиками Действует соглашение между этими двумя сторонами В том числе и с нашей ведомства То есть мы говорим то, что мы полностью не запрещаем Пожалуйста, будьте добры, обеспечьте Внутренних переработчиков И далее экспортируйте в том же объеме, который обеспечили казахстанские То есть это по сути Это нормальная практика И это первое Я потом еще хочу сказать Не надо говорить так, будто бы Казахстан единственная в мире Который проводит данную практику ограничений Вовсе нет Я приведу Я долго ходить не буду Я приведу наших партнеров Которые вокруг нас Это кто? Киргизия Есть опыт ограничения вывоза Узбекистан Государственная монополия Здесь госкомпания имеет право собирать, обрабатывать И их единственная задача является обеспечение внутренних переводчиков Там даже монополия Монополия Государственная Если мы сейчас говорим У нас свободная сфера Если у нас говорит то, что есть бизнес, который занимается О том, что занимается, зарабатывает И говорят то, что за счет этого ограничения мы стали меньше зарабатывать Цена никакой, которую мы сейчас слышим То в Узбекистане это вовсе нет Это бизнес Белоруссия Наш партнер по АЭС Государственная монополия Белвторчермет Белвторчермет Белвторцветмет Узбекистан Белвторцветмет Армения Опять же эмбарго Россия Квота Там дается 800 тысяч тонн Можно экспортировать Все, что выше 800 тысяч Там есть пошленность 100 долларов Сегодня Уже готов пакет документов А может даже принято Они повышают квоту до 300 евро По экспорту вторичного металла Поэтому Здесь Казахстан Не единственная страна Все страны понимают То, что лом это стратегическое сырье Для как источник доступного сырья И экологически чистого сырья И поэтому все применяется Я теперь хочу приведить Нам еще приводит аргумент То, что ограничение вывоза Являет, скажем так, такое Нетрадиционное Неправильное Нерыночное Давайте обратимся К Европейскому Союзу Сегодня Еврокомиссии Внесен в Европарламент Вопрос о рассмотрении Запрета вывоза Этого вторичного сырья Полного запрета Здесь, конечно, в первую очередь Надо сказать Что там они преследуют цели По снижению выбросов СО2 Это парижский климат Соглашение, который был принят Где это больше сотен стран Принято на себя В этом проекте мы тоже участвуем Казахстан Ратифицировал договоры По снижению выбросов У нас есть обязательства Здесь лом Вторичный Он тоже является элементом Я приведу пример Чтобы получить Одну тонну стали И железной руды Мы тратим там Больше тонны Самой железной руды 790 килограмм угля 120 килограмм известняка И прочее Выбросы колоссальные А еще есть понимание Когда мы получаем Эту тонну стали Уже излома Нам порядка 1,1-1,2 Зависит от сорта И теперь Такое есть понимание Углеродный налог Это вот сейчас выходит Европейская По полному готовит Что это значит? То есть на те товары Где было использовано Больше всего Природного ресурса А также выбросов Они будут облагаться налогами То есть Сталь полученная ИЖРС Сталь полученная Излома Это будущее Пока неизвестно Когда это будет Давайте так Пока будем говорить О тех целях Которые мы здесь преследуем Хорошо Владимир пожалуйста Масса аргументов То есть Я так понимаю Что вам нечем крыть Собственно Вроде как бы Вам не запретили работать Ну а в других странах Например Даже И такой сферы деятельности Огнем с огнем Не сыщешь Но тем не менее Вы против Может быть Вам стоит Как-то Договориться С государством Тогда Мы предлагаем Мы предлагаем Различные меры Но к сожалению Министерство Нам не может Ответить На эти вопросы И не решает Эти вопросы Я еще раз говорю Мы не против Поставлять на внутренний рынок Но мы поставили Ряд вопросов Которые мы хотим Решения ответа На протяжении Двух лет Министерство Не решило Ни одного вопроса Только Ограничения И запреты Мы поднимали Вопросы И писали Первый вопрос Своевременное погашение Задолженности Перед поставщиками То есть На сегодняшний день Металлургические заводы Вот мы уже на сегодня Подводим цифру Больше Около двух миллиардов Только нам нужны Должны Металлургические заводы А как Простите А как повлияет Государство На этот процесс Это же два Хозяйствующих субъекта С одной стороны Вопрос хороший Ну а почему Они влазят Незаконно Занимаются Незаконным регулированием Пусть так же И влияет На металлургические заводы Может быть Правила Какие-то Разработать Общие Для того Чтобы урегулировать этот рынок Кстати Почему вам Об этом не задумываться В министерстве Действительно Я так понимаю Там дискриминация идет Вот на таком уровне То есть Два бизнеса Не могут договориться Может быть Стоит отрегулировать Этот процесс Я обращу внимание Касательно задолженности Действительно Есть факты То что предприятие Которые переработлом Их не так много Но есть высокие Должны Цифра была озвучена Да Ну есть к нему Я сейчас Никак не защищаю Предприятие Которые переработлом Но есть Самая объективная причина Мы Мы писем Получаем Мы содействуем Мы разговариваем С предприятием Мы уже ряд совещаний Первый руководитель нашего органа И часть уже должности Нам отчитывается Еженедельно Уже гасит То есть предприятие Которое расположено На севере страны Которое высоко Имеет должность Он уже часть долгов Погасил И у нас есть понимание Пример За какой срок Они будут гасить Теперь вообще Как образовался долг Здесь не надо Давать такое понимание Будто мы создаем Там ограничения В итоге заставляем Сборщиков лома Поставить Казахстанцам К предприятиям Чтобы они не платили Да Мы нет Мы такого не ставим Ну конечно Там образовался Почему Я приведу пример Предприятие Которое переработало И получать из него Готовое изделие Его экспортируют Экспортируют Но в Российскую Федерацию А мы знаем Что происходит В Российской Федерации Там невозможно Просто счета Получить оплату Есть проблемы Компаниями с санкциями Есть такие проблемы В основном Которое образовано Долг Это как раз Источка вот этих проблем Конкретные предприятия У которых есть Операционная деятельность С российскими потребителями Это банковские Это заморозка счетов Это банковские Объективная причина То есть Мы не создаем Таких условий Чтобы там Предприятия Завали только казахстанцам И казахстанские предприятия Делали то что хотели Такого нету Это на него есть Объективной причиной И этим вопросом Занимаются предприятия Переработчики В том числе Министерство Содействует Чтобы долги Были погашены В короткое время Как сделать так Чтобы все были довольны Что называется И овцы целые И волки сытые Смотрите Государство Живо этим должно заниматься Правильно Давайте будем смотреть На него чуть шире Чуть на несколько лет вперед Мы начали заниматься Данной практикой Достаточно давно Еще 12-13 года Первое было ограничение Затем она возникла В 16-17 году К чему это привело Я приведу пример Что происходит Рынк Есть такая арматура Строительная арматура Самый важнейший продукт Всех крайних жиле Она занимает 10% Всебестоимости Квадратного метра Жилья Так вот Рынок арматуры Казахстан составляет 1 360 000 тонн Из которых Половину только мы обеспечим А осталось половину Мы импортируем Теперь У нас Предприятие Которое произведено Арматура Загружено Всего на 60% Еще 40% Мы могли бы Порядка 80% Полностью пока Виктор Загрузите пожалуйста Может у нас цены На жилье не будет Растить Я и гостю Виктор Загрузите Ну что Ну почему нет Нам нужна арматура Нам нужно дома строить Данила Теперь самое интересное За прошлый год Мы из страны Вывезли Лома И отхода На 750 000 тонн По цене Средняя цена 165 000 тенге Так вот Это сырье Которое ушло Из нашей страны Было переработано За рубежом И вернулось В виде готовых Назады Самая дешевая продукция Это арматура 365 000 тенге Уходило по 160 000 Вы можете Гарантировать Если вот Господин Лик Сейчас загрузит Это арматурное предприятие Которое наше отечественное Вы можете гарантировать Что оно будет выпускать На рынок продукцию Это как-то повлияет На цены Вообще Есть какие-то гарантии Вы можете дать Или нет Это же сложно Это же невозможно Цена когда падает Когда много продолжений Соответственно Мы надо больше выпускать Теперь я что хочу сказать У нас есть Что к чему-то приводит Мы должны понимать Что есть действующий бизнес Есть еще бизнес Который В свое время Остановил свой производств Консервировал Из-за ряда приемов В том числе Из-за нехватки сырья Так вот Сегодня уже ряд предприятий Восстановили свою деятельность Я приведу пример По переработке лома По переработке лома На западе предприятия Которое ранее Еле как плохо работало Сейчас полностью Перезагружает свою деятельность И более того Идет на новые проекты У них инвестиционный проект До 1 миллион тонн Если в частности Это производство Круглых заготовок Для нашего предприятия Промашкомплекта У нас промашкомплект Павлодаре Который делает колесные Колесные пары Он импортирует Заготовки с России Так вот этот проект Позволит полностью Обеспечить потребности Промашкомплекта И дальше в экспортирует Это же предприятие Будет заниматься Производством капанки В бухтах Это длиннейшего экспорта Теперь Что интересно У нас были предприятия Которые из нашего сырья За рубежом Делали готовые продукции От того, что Они понимают Что Казахстан Будет защищать свое сырье Перерабатывать в стране Они поняли Что теперь сырья В будущем будет проблеме Они свой завод Уже Разобрали Собрали в Казахстане Это 300 тысяч тонн Готового продукции Которые уже сегодня В Казахстане Теперь на очереди Еще три предприятия С собственной мощностью Полтора миллиона тонн Теперь мы считаем Восток-Махзавод Который на западе Предприятие Которое уже Перенес И мы ожидаем Еще подхода Трех других предприятий И тогда уже Возможные ломы Не хватит в стране И тогда городский Будет вопрос Уже драться За этот лом И цена Скорее всего Будет той Которая говорилась Приводили примеры В России Может быть Вам стоит Как-то тоже Перестроиться Под новые реалии Тогда О которых мы сейчас Говорим Мы вас не слышим Вы Не Да Может Вы уже Видите Эти новые реалии Мы готовы Поставлять Мы сегодня Уже на 12 мая Загрузили Арселор Митов На 100% Я нет С 12 мая Отказались Полностью Принимать У нас металл Металл Не дефицит А профицит Излишки Можно я задам Несколько вопросов У меня Коль идет Такая речь Первый вопрос Почему объем Ассортимент Выпускаемой продукции На металлургических Заводах РК Не увеличивается Я про ассортимент Говорю Остается на прежнем уровне А в некоторых случаях Наоборот и падает Это первый вопрос Ответьте Второй вопрос Почему металлургические Заводы Покупают Лом Относительно По дешевой Цене У нас В республике Казахстан Нет конкурентоспособных Поставляемым Металлопрокатом Из других стран Продавая Свою продукцию На благо дороже И в меньшем Ассортимент Третье Почему металлургические Заводы РК Не могут Или не хотят Создавать условия Для развития Малого и среднего Бизнеса Поставщиков металла Черных и цветных металлов А наоборот Перекладывают Свою ответственность Доработки И финансовые потери Компенсируют За счет малого и среднего бизнеса Жесткие вопросы Спасибо большое Мы подходим к концу Давайте коротко Ну касательно Новых продукций Да Ну я сейчас не знаю В каком временном отрезке Вы говорите Но мы тоже знаем То что сначала Ну наверное 2000 годов Мы не производили Трубы шовные Для логистики Углеводорожного сырья Мы не производили Трубы бесшовные Для насоса Насоса компресса Для операционной деятельности Добычи нефти Мы не производили Арматуры Из вакуумирной стали Которая Которая является Самой высококачественной Мы не производили Метизные продукции Которые сегодня Также они появились Мы не производили Рельсы Это Р-65 Р-75 Которые активно Рельсы обождают То есть Примеров Масса Оно в продаже Я на него останавливаться Не буду Если надо Господин Ильик Я готов вам показать Рассказать Какие-то предприятия Какие-то продукции Следующий был вопрос Касательно Как распространено Все цены Мне было бы хорошо Отрадно услышать Как конкретные факты Приведенные Допустим Тот же сам Какое-то предприятие Сауле Проведут арматуру По цене 200 тысяч тенге Тогда как российский По 190 тысяч Заход Я тогда бы Наверное Так же предметно Ответил бы И третий вопрос Я могу тащить Но помните Какой был третий вопрос В отношении того Что крупные производители Перекладывают ответственность На вот На членов ассоциации Господина Ильика Например Который там занимается сбором Потому что это тоже бизнес Там люди где-то ходят Металл собирают Что-то там делать Если отсечь все вопросы криминальные Там кто-то живет за счет этого Это же рабочие места Да Мы понимаем Мы принимаем Да Этот бизнес есть Они платят налоги Я смотрел порядка 1,8 миллиардов налогов тенге Это достаточно База Да Но мы их не говорим Если бы мы не считали бы Это за бизнес И как бы там То нам важно Этот бизнес Чтобы он существовал Был конкурентоспособ Чтобы к ним Потому что они являются Поставщиком в сыре Поэтому это важно То есть мы никак Я сейчас конкретно Не могу ответить Каким образом он создает Или бы кошмарит Такие условия Если был бы опять же Предметно Конкретно предприятие Создает условия То мы бы наверное разобрать Господин Ильик Вы говорили Как касательно Арселу Металл Тиммертау Что они не принимают С 12 числа Лом На самом деле Они принимают Но у них Мощность приемки лома В сутки 45-50 вагонов Поступающий лом Сверх этого объема То есть мощности терминала Которая Арселу Металл Тиммертау А так они от сырья Никак не отказываются Ну вот такая ситуация Отказались Они всего на мае месяц Заключили объем 25 тысяч тонн И если взять С начала года Самое многое Они в апреле У нас закупили 50 тысяч тонн На мае всего взяли 25 тысяч тонн Давайте я по другому Это в частности Вам все таки надо Действительно встречаться Наверное почаще На площадке министерства Я хотел бы Суд подает Вместо того Чтобы разговаривать А вот так Ну это право Да мы подаем Потому что Министерство прячется Как страус За спрятан голову Я не согласен Вот здесь пожалуйста Министерство Спокойно отвечает На себе вопрос Да Мне хочется узнать Под конец Сколько у нас Будет действовать Ограничение Ограничение временно Она действует Будет действовать 6 месяцев 6 месяцев Да 6 месяцев За 6 месяцев Какой ущерб Вашим предприятиям Которые входят В вашу ассоциацию Будет нанесен Господин Лик Миллионные ущербы И плюс Остановка И разорение Малых и средних предприятий Уже сегодня Мы останавливаем Предприятие И распускаем До конца мая Без содержания В отпуска Потому что Некому поставлять Некому грузить Арселор Не покупает Всего 25 тысяч Мы уже этот план Закрыли Кэшпэстил Не в состоянии С нами рассчитаться Вопрос Кому еще поставлять Ченкент Цена низкая И логистика Очень дорогая Мы вопрос По логистике Уже 2 года Поднимаем Просим снизить цену По внутренним перевозкам Как минимум На 50% Вопрос Не сдвигается Сверху Ноль Можно еще один вопрос Задать Он тоже касается Наших Я не знаю Сколько у нас времени Давайте Давайте Он все тоже серьезный Почему металлургические заводы РК В основном Выпускают Не готовую продукцию С большой добавленной стоимостью А полуфабрика То есть слябы Что можно проследить По выпускам продукции Некоторых заводов То есть Они отправляют У нас просто время заканчивается Арматуры 700 тысяч Рельсы Это Ну если Если вас четко понимал У нас 4 миллиона Тонна готовых изделий Производства Из них Больше половины Это готовые изделия Готовые к применению Заготовки Это у нас Арселор Часи Я могу ошибиться Порядка 200-300 тысяч Есть еще заготовки Которые производятся Касферостали По-моему На юге Это 300 тысяч В основном Оставшиеся продукции Это готовые изделия К применению К промышленности Секторами экономики Часто стройки Да И гражданами Это не так Господин Лик Был упрек В сторону министерства Что вы все-таки Мало предпринимаете действия И не слышите Данную часть бизнеса Ответьте коротко Если можно И мы заканчиваем Потому что время вышло Я понимаю Что это горячая тема Но мы не можем Эфир не резиновый Мы понимаем Принимаем И знаем О существовании Этого бизнеса И понимаем Значимость этого бизнеса Так как они являются Поставщиком Мы также Заинтересованы В том Чтобы бизнес был рентабелен Чтобы без их существования Достаточно будет тяжело Работать Кайпер рабочей металлургии Поэтому Вопросы Господин Великий От других Мы получаем Это начиная Снижение Долгов Предприятий Который образовал В том числе До Появления Конкурентных Тарифов Чтобы было выгодно Поставлять Нашим казахстанским Предприятиям Поэтому вопрос Введем Но надо понимать Что это вопрос Не только касается Нашего госоргана Но и в том числе Други с определенным Госорганом Где есть определенный Бюджетный потерь Где он должен доказывать Рассказывать То есть Работа не быстрая Но по нему Мы работаем Спасибо большое За это обсуждение За открытый Открытый диалог На который вы согласились И пришли в студию Я напомню Довел программу Время говорить Смотрите здесь Каждый будний день В одно и то же время До свидания Редактор субтитров А.Семкин